Всем привет, это Бостон! Сегодня ты увидишь, как легко разносить противников на Сесилиане. Это стало возможно благодаря нашему подписчику Half-Blood Prince, который не раз занимал первые строчки в мировом рейтинге на этом герое. Итак, поехали! Настройки стандартные, качество графики минимальное, чтобы сфокусироваться на игровом процессе и избежать лагов. Берем эмблемы мага. С ними урон будет чуть выше, чем с базовыми эмблемами, но мы проседаем по мано-регену. Поэтому, во-первых, берем перк Нечестивая Ярость, которая будет восстанавливать нам 2% маны при попадании каждые 5 секунд. И покупаем кристальчик на ману плюс 3 кулончика на мано-реген, которые в общей сложности дадут нам 6 единиц регена маны. Это, конечно, не 15, как с базовыми эмблемами, но все равно неплохо. Чуть позже все эти 3 магических ожерелья превратятся в ботинки и книжку. Далее собираемся согласно нашему билду. Выглядит он вот так. Вообще, Сесилин достаточно несложный и при этом эффективный герой. Им легко можно катать соло, придерживаясь определенной тактики. Во-первых, в начале матча делаем пару выстрелов по синему бафу, либо красному, смотря с какого насчет лесник. Таким образом, мы и помогаем своему леснику, и набиваем немного стаков до первой волны. Вообще, одна из главных задач Сесилина в начале игры — это набор стаков и мано-менеджмент. Для того, чтобы как можно больше набить стаков, мы будем использовать первый и второй навык везде, где получится. И вот, например, стандартная ситуация, когда Сесилина использует первый навык на союзном синем бафе, чтобы набить себе зарядов. В этой игре просто так совпало, что в это время там фармился вражеский хилос. Если мы попадаем по вражескому герою, но его не видим, то все равно его полоска здоровья высвечивается вверху. Таким образом, можно понять, есть ли кто в кустах или нет. В этом матче получилось забрать синий, но такое будет получаться далеко не в каждой игре, и это скорее исключение. Когда мы получаем синий баф, мы можем использовать первый скил намного чаще. После покупки книжки на манереген и синим бафом вообще будет безлимитное использование первого навыка. Ну а сейчас 2-3-4 выстрела, после этого останавливаемся и ждем перезарядки. Если же синего бафа в начале игры нет, используем первый навык 2-3 раза максимум. Ну и регенерацию тоже можно использовать для регенерации маны. Как ты видишь, Топс Исилин даже синим бафом старается экономить ману и не использует первый скил более трех раз. Кстати, он достаточно часто использует различные эмоции. Во-первых, это поднимает настроение, а во-вторых, нервирует врагов. Некоторые из этих эмоций покупные, но стоят они совсем недорого. А чтобы пополнять алмазы без проблем, да еще и сэкономить, пользуйся сервисом Качешоп. Потому что алмазы там дешевле, это проверенный и надежный сервис. В официальном паблике Моблы подтверждает, что Качешоп является официальным партнером Mobile Legends. Дело в том, что при пополнении через Качешоп отсутствует комиссия Apple или Google, соответственно и алмазы там дешевле. Также Качешоп постоянно проводит различные акции. И, например, до 27 июля можно поучаствовать в конкурсе пополнений и лайков и получить купон стоимостью до 6500 рублей. Пополнять алмазы через Качешоп очень просто. Нужно всего лишь ввести в эти поля свой внутриигровой ID, сервер и выбрать нужную сумму алмазов. Оплатить можно банковской картой, а алмазы поступают на счет мгновенно и со всеми внутриигровыми бонусами, в том числе и с зачетом билетов в любом событии. Кроме этого, на Качешоп можно пополнять и многие другие игры, а чтобы получить дополнительную выгоду, скачивая приложение Качешоп. Также обязательно подписывайся на их паблик ВК, чтобы не пропустить новые розыгрыши и пополняя алмазы выгодно с этим замечательным сервисом. Возвращаемся к игре. На четвертом уровне обычно идем ганкать одну из линий. В этой игре получился очень удачный ганк и мы поймали мозг его вторым навыком. В начале игры в файтах первый навык можно использовать до четырех раз максимум. После этого просто ждем, пока он перезарядится и используем его снова. Переключаемся на другую игру. Когда появляется черепаха, подходим к ней и помогаем файтиться. Тут опять же очень важно сохранить ультимейт к файту на черепахе и следим за зарядами на первом навыке. Если в начале игры использовали его более чем два раза подряд, ждем перезарядки, чтобы не потратить слишком много маны. Например, сейчас многие использовали бы первый навык на люнокс, но нет. Ждем, пока перезарядится его стоимость маны, а после этого снова заряжаем несколько выстрелов. И вот опять видим, что навык фиолетового света, ждем, пока перезарядится. После этого можно опять набивать стаки. Такой тактики мы будем придерживаться до покупки книжки на монориген. При этом не забываем набивать заряды пассивки. Например, идем на ганг на нижнюю линию, не забываем сделать пару выстрелов по мишке и по жукам. Таким образом мы не просто перемещаемся по карте, а заодно набираем заряды на пассивке. Как только начинается файт, сразу активируем ульту и стараемся держать противников на расстоянии. В очень редких случаях можно использовать первый навык 4 раза подряд, но тогда мана заканчивается очень быстро. Тем не менее, за счет того, что мы купили достаточно много предметов на монориген начале игры, у нас останется мана, чтобы наносить врагам урон. Да, Лингу в этой ситуации очень сильно не повезло. Далее мы действуем все по той же тактике. Зачищаем миньонов на центральной линии, набиваем заряды пассивки и гангаем линию голды. Боевое заклинание огненный выстрел не только помогает не подпускать врагов к нашему герою, но и достаточно часто будет добивать врагов. Второй навык, кстати, тоже можно использовать, чтобы получить дополнительные стаки на пассивке. И вот опять Сесилин возвращается на свою линию, но не просто возвращается, а набивает еще дополнительных зарядов. Подходим на следующую черепаху, видим там Линга, но на этот раз файт получился не настолько удачный. Линк забирает черепаху и спокойно отступает к себе на базу. Так мы и курсируем между лайном голды, экспы и центральной линией, помогая союзникам, пока не появится первый лорд. За это время мы успели собрать часы судьбы и книжку. Плюс к этому мы заработали несколько киллов и помогли на черепахах. Синий баф для Сесилина не менее важен, чем для лесника. После того, как мы купили книжку и забрали синий баф, у нас появится бесконечная мана на применение первого навыка. Как только это происходит, у нас появляются две задачи. Во-первых, нанести как можно больше урона, а во-вторых, набрать как можно больше зарядов пассивки. Для этого можно подойти к лорду и начать набивать заряды на нем. Это совсем не значит, что мы должны убивать лорда, это значит, что мы на нем просто фармим свою пассивку. Мана у нас вполне достаточно, чтобы бесперерывно применять первый навык. Кстати, пока я перематывался, Сесилин уже купил жезл молний. С этим предметом урон у нас увеличивается очень сильно. В общем, фармим заряды на лорде, пока кто-нибудь нас не прервет или не закончится синий баф. Естественно, следим за линиями, и если пушится какая-то из линий, зачищаем ее. А если ты думаешь использовать боевым заклинанием огненный выстрел, либо какое-то другое боевое заклинание, то огненный выстрел все же в приоритете, за исключением тех матчей, в которых у врагов ну уж слишком много контроля. Тогда берем очищение. Как я уже говорил, как только начинается файт, сразу используем ультимейт и начинаем гасить всех первым навыком. Защитные предметы наш Сесилин не собирает вообще. Все предметы на максимальный урон. С одной стороны, с таким бадкодом нас могут часто убивать, но с другой стороны, нужно научиться держать дистанцию, и урона у нас будет намного больше. Как только вышли с базы, снова забираем синий баф и продолжаем фармить стаки. За то время, что мы отсутствовали, получилось забрать вражеского лесника, поэтому лор достается нашей команде. Собрали жезл снежной королевы, и для полного билда остается только божественный меч. Фарм пассивных зарядов никогда не прекращается. Продолжаем их набирать особенно, пока на нас синий баф. Также периодически проверяем кусты первым навыком. Помним, что если там кто-то есть, загорится хп вражеского героя. К 13 минуте уже нафармлено почти 400 зарядов пассивной способности. С таким количеством зарядов первым навыком мы сможем сносить половину хп вражеского стрелка. Ближе к лейтгейму, когда у нас нафармлена пассивка, есть книжка на мано-реген и другие предметы, можно уже не переживать за то, что может закончиться мано. Первый навык даже без синего бафа можно использовать и по 8, и даже по 10 раз подряд. Чем не нравится Сесилен, так это тем, что освоив вот такую достаточно простую и понятную тактику, ты будешь наносить очень много урона и соответственно тащить до победы большинство соло-игр. Когда у нас будет полная сборочка, ботинки на мано-реген можно заменить кровавыми крыльями. Мы, конечно, немного потеряем мобильности, зато урон вырастет еще больше. Таким образом мы доигрываем до победного конца, нанося максимум урона и помогая союзникам забирать лордов. Не забываем активировать ульту в самом начале файта и стараемся держать дистанцию от вражеских героев, чтобы они не попадали по нам своими скиллами. Чувство дистанции придет с опытом, так что не расстраивайся, если у тебя не всегда будет получаться уворачиваться от вражеских навыков. В итоге большая часть игр будут приводить к победе и даже винстрикам. По итогу финальный урон с таким билдом получается более 35% и вплоть до 60%. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока!